Привет, друзья! Сегодня расскажу про неонов. Это одни из самых популярных аквариумных рыбок на планете Земле. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это. Будем вместе. Родина неонов – это ручьи и реки Южной Америки. Перу, Коломбия, Бразилия. Реки вверх реки Амазонки. От Сан-Паула де Оливинса до Икитос. Их много в реках Путумаи, Курус и Бохорду, Тапуала. Живут они там в темной воде, на дне которой есть много опавших листьев и растений. Как они попали в аквариум? 1935 год. Француз Рабо случайно нашел этих неоновых рыбок в водах реки Путумаиа, восточное Перу, когда путешествовал там в поисках заработка. Он принес их в США и Европу. 1936 год. Неонов описал американец и фсиолог Майерс. Развелись впервые в Германии. Успех немцев в разведении неонов был не столь заслуга человека, а из-за того, что в Германии была мягкая вода, что и сыграло свою роль. Неоны имеют несколько разновидностей окраса, но всех неонов объединяет одно – неоновая полоса вдоль тела. Самцы у неонов поменьше самок и стройнее, а их неоновая полоска ровнее, без извилин. Самки крупнее самцов, они потолще, неоновая полоса изгибается. Половая зрелость у неонов уступает в 6-9 месяцев. Самцы вырастают до 3,5 см, а самки чуть больше – до 4 см. Это зависит от условий содержания и их разновидностей. Какие же бывают разновидности? Самое распространенное – неон голубой или обыкновенный. По всему телу у него проходит бирюзово-синяя неоновая полоса, нижняя часть тела до половины окрашена в красный цвет от хвоста. Спинка серовато-коричневая, все плавники прозрачные. Неон синий. Вырезан от голубого и красного неонов. Неоновая полоса проходит посередине по всему телу и нет красного цвета вообще. Они очень бледные. Неон красный. Живет в реках Ореноку и Рио-Негру. Отличается от голубых, красной полосой во всю длину тела. Может вырастать до 5,5 см. Очень красивый рыб. Неон зеленый. Спина у него темно-зеленая, а по всему телу проходит полоса темного цвета, а в ней неоновая тонкая полоска. Неон черный. Эти неоны выглядят очень стильно и серьезно. По всему телу проходят две полоски. Вверху серебристые, а внизу широкие черные. Неон вуалевый. Очень редкие и дорогие неоны. С большими вуалевыми полниками вырастают до 4 см, учитывая длину полников. Неон апельсиновый или оранжевый. Очень редкий неон, похожий на прозрачную апельсиновую дольку. Неон золотой. Это самый маленький неон, вырастает до 1,5 см. Украшен золотой полосой, которая тянется по всему телу. Неон бриллиантовый или алмазный. Это альбинос. У них вообще нет неоновой полоски. Это единственный неон, у которого нет неоновой полосы. Светлый окрас и красноватый хвост. Вырастает до 3 см. Все разновидности неонов не сильно различаются в условиях содержания и разведения, поэтому будем все это рассматривать на примере самого распространенного голубого неона. Температура воды 18-24 градуса. Учтите, что продолжительность жизни неонов напрямую зависит от температуры воды. И приблизительно так. 18 градусов это 4 года жизни. 22 градуса около 3. 27, ну дай бог полтора. Чем теплее вода, тем короче жизнь из-за ускорения обмена веществ в организме. Соскость воды 5-20. Для производителей не больше 8-10. Кислотность 5,5-8. Для производителей не больше 6. Неончики это стайные, не агрессивные мирные рыбки, для нормального содержания которых требуется стайки не менее 7 рыбок. Им не требуется течения воды. Неоны предпочитают средние и верхние слои воды в аквариуме. Минимальный объем для 3-4 рыбок от 10 литров. Неонам нужна продувка воздухом и фильтрация. Каждую неделю нужно подменивать до 30% воды. Освещение должно быть неярким. Нужны заросли живых, грунтовых или плавающих растений. В аквариуме должно быть открытое пространство для плавания обязательно. Неоны хоть и подвижные, но из воды почти не выпрыгивают. Поставьте до края аквариума пару сантиметров для подстраховки. На всякий случай. Грунт и фон лучше темного цвета, так как неоны лучше смотрятся. Неоны не переносят месть, поэтому препараты с ней лучше не применять. Самая распространенная у них болезнь это плестифороз, неоновая болезнь. Как ее определить, это бледная краска швы и дальнейшая неминуемая гибель, так как болезнь не лечится. Она появляется в результате стресса и плохого ухода. Можно содержать неонов с тетрами, мелкими живородками, орнатусами и другими мелкими и хищными рыбами. Крабчатые сомники вполне подойдут. Неонов нельзя содержать крупными агрессивными рыбами, цихлидами, барбусами, крупными сомами, золотыми рыбками, лобео, гурами и скаляриями. Рыбки с удовольствием едят сухой, живой корм, мотель, трубочки, картеми, каретру, циклоп, захмя и замороженный корм. Главное его разморозить. И самое главное, чтобы корма были не крупные, так как у неонов очень маленький ротик. Корм неона хватает с поверхности воды или в ее толще. Сахнар плохо подбирают и кормить лучше понемногу, чтобы они могли поймать корм в полете. Неонов лучше кормить один раз в день и устраивать разгрузочные дни раз в неделю, например. Разведение. Перед нерестом самцов и самок рассаживают, кормят живыми кормами недельки-две. Температуру воды держат до 19 градусов. Лучшим производителем является рыба в возрасте одного года. Нужен аквариум от 40 см в длину, уровень 15 см. Дно должно быть без грунта. На дне устанавливают сепараторную сетку. Все стенки, кроме передней, затемняют, а подложка должна быть темной. Температура 20-22 градуса. Жесткость до 2. От жесткой воды икринки не оплодотворяются сперматозоидами. Учтите, они будут все мертвыми. Кислотность 5,5-6,5. Освещение только естественное и слабое. Воду лучше продезинфицировать ультрафиолетом или озоном. На дно можно положить несколько веточек пиванского мха. Производители сажают к вечеру пару или трех самцов на одну самку. Нерест начинается обычно утром на следующий день или второй или третий день. В это время рыбок ни в коем случае не кормят. Икры получаются от 50 до 200 штук, все зависит от самочки. Когда нерест закончится, родители убирают, иначе они съедят потомство. А нерестовик затемняют. Свет вреден для икры. Побелевшие икринки нужно удалять, за этим надо следить. Они мертвые, и от них может пойти зараза. Уже через сутки появятся личинки. Они начинают плавать на 4-5 сутки. Тут их уже надо будет начинать кормить. Нужна продувка воздухом. Температура 20-22 и обязательная подмена 10% воды в день. Вода в аквариуме должна быть на уровне до 10 сантиметров. Мальков нужно часто и понемногу кормить. Подходят специальные готовые корма для мальков. Вареные желтокуриного яйца, диффузория и калавратка. Освещение усиливает постепенно. Нормально освещать аквариум с мальками можно, когда малькам исполнится месяц. Итак, а не у нас все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Будем вместе. Пока. Пока.